Добрый день, друзья! О случае с интро мы расскажем в конце выпуска. А начнем мы с города Якстаун, штат Огайо, 12 июля 2018 года. Сотрудник дорожного патруля штата Майкл Миллер обращает внимание на проехавший автомобиль с выключенными фарами. Развернув свой Dodge Charger, он догоняет и останавливает седан нарушителя вблизи перекрестка Кирк и Меридиан Роуд. За рулем 22-летний Джамель Паттон. Он очень раздосадован и умоляет офицера не штрафовать его. И в это время Миллер обращает внимание на признаки употребления водителем марихуаны. Это выводит проблему водителя на новый уровень. Управление автомобилем под действием наркотиков, DUI, предполагает арест. Даже когда Миллер предлагает ему компромисс, водитель продолжает умолять сотрудника полиции не применять к нему каких-либо мер, поскольку он не может попадать в неприятности. Паттон ведет себя нервно и отказывается выходить из автомобиля. В этот момент прибывает еще один сотрудник полиции штата, вызванный Миллером для подстраховки. В течение некоторого времени он наблюдает за препирательством Паттона с противоположной стороны автомобиля, когда Джамель внезапно приводит автомобиль в движение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Более полутора миль он волочит сотрудника полиции по асфальту. Местами скорость автомобиля достигает 70 миль в час. Все это время Миллер уговаривает Паттона остановиться, поскольку оно того не стоит. Когда отчаянный водитель на доле секунды замедляется, полицейский падает на асфальт. Сослуживец все это время, следующий за автомобилем преступника, подбегает, чтобы узнать состояние пострадавшего. Этого времени Паттону хватает, чтобы скрыться. Примечательно, что в ходе такой поездки Миллер не получил серьезных травм. Автомобиль и водитель немедленно объявлены в розыск. К интенсивному поиску подключаются множество правоохранительных агентств разного уровня. От полиции Якстауна до федеральной службы маршалов. Седан обнаруживает уже около 7.30 утра следующего дня. Джамель Паттон сдался полиции соседнего Остин Тауэна. Чуть позже, в третьем часу дня, сразу после того, как ему заочно были предъявлены обвинения в умышленном нападении первой степени и неподчинении требованиям сотрудника полиции третьей степени. В дальнейшем он пошел на сделку с правосудием, признав свою вину. В результате чего получил смягченный приговор. 4,5 года тюремного заключения. С последующими 5 годами общественного контроля. Следующий инцидент штат Оклахома. 7 декабря 2018 года. Вертолет телеканала показывает бордовый седан, двигающийся с большим превышением скорости по 9-му хайвею вокруг Кливленд. Держа скорость значительно выше потока, водитель пытается скрыться от преследующих его сотрудников полиции. Заметив стоящие на обочине автомобили, из-за которых на проезжую часть брошены шипы, он разворачивается и уходит на примыкающую дорогу. История началась за полчаса до этого в Оклахома-Сити, когда сотрудники полиции попытались остановить автомобиль вблизи выезда с Портланд-Эвеню на Ай-40. Водитель решил скрыться и улег сотрудников полиции в погоню, длившуюся более получаса, в ходе которой преследование шло по хайвею, приведшая сотрудников полиции из Оклахома-Сити в соседний город Мур, а затем в еще более удаленный Норман. Отполе на этот результат. Высоке на что-то еще не конфид委, а тем более, чем полезно, два constats. Общи-выкзм. Прекрасно, And Science, from our vantage point, look how close this officer is right now, trying to take this subject down. Like Chase just said, the Oklahoma City gang unit is involved. They're considering this person armed and dangerous. They were able to turn in just a moment's notice there to avoid some stop sticks. And now this officer trying to maneuver and figure out how are they going to get this car to stop and prevent any more danger on the roadway. And obviously trying to just surround him from all areas, get him to slow down. Here comes a second unit right behind him. You can imagine that all of these units now on this person's tail. This is a very residential area. I mean, look at all these homes, these yards, and the people here have no idea. Do we have, Conor, do you? There we go. Oh, yeah, he has hit and sparks flying from this power pole. He has just flipped and we're about to see them respond to him. I'm guessing this is not going to be good for that driver. They have now their, out of their vehicle, guns drawn, obviously going to move very cautiously toward the vehicle. We don't know if there is more than one person in this car, but that was a maneuver that police often use when they have no other choice to stop a vehicle that is driving like this and a person that maybe wanted that was behind the wheel there. So they have guns drawn and they are now approaching the vehicle trying to figure out next step. Somebody is getting out of the car, hands in the air. In the car, the vehicle is going to move forward to the car. ей были выписаны полагающиеся штрафы за совершенные в ходе погони нарушения ПДД. Кроме того, официальные лица позже сообщили о выписанных на ее имя ордерах на арест, не уточняя с какими именно преступлениями эти ордера связаны. СМИ вскользь упомянули о том, что в изначальной остановке автомобиля и последующей погоне принимал участие автомобиль подразделения по борьбе с организованной преступностью Ганг Юнит. Далее отправляемся в округ Сан-Берна-Дино, штат Калифорния. 18 января 2019 года в 10.24 утра помощникам шерифа округа стало известно о краже со взломом, совершаемой в 157 квартале под Толк-Оу-Драйв в городе Чина-Хиллз. К моменту прибытия полицейских воры уже покинули дом. Автомобиль, подходящий под полученное описание, был обнаружен в 11 часов на пересечении улиц Пейтон-Драйв и Вэлли-Виста-Драйв. Сотрудники полиции Чина-Хиллз попытались остановить автомобиль, но водитель и два его пассажира проигнорировали приказы офицеров. Начинается погоня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Которая заканчивается на съезде с 60-го шоссе. При маневрировании Хонда беглецов оказалась между ограждением и грузовиком. Все трое человек, находившиеся в автомобиле, были арестованы. Они опознаны как 21-летний Кассиди Постон, водитель. Оскар Ривас, 20 лет. И Брэндон Бушнан, 23 лет. Все трое жители Лос-Анджелеса. Также полиция изъяла у них украденные ценности, оцениваемые на 7,5 тысяч долларов. А мы переносимся в город Оукридж, штат Теннесси. 26 февраля местный полицейский департамент опубликовал видео инцидента, произошедшего 8 октября 2018 года. В тот день сотрудники полиции обнаружили и попытались арестовать разыскиваемого по нескольким ордерам 36-летнего Исайера Миреса, делавшего ремонт в районе Камберленд на Рич-Драйв. Ордера были выписаны по обвинению в краже с отягощающими обстоятельствами и нарушении условно-досрочного освобождения. Камберленд на Рич-Драйв. 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 Рамирес во время задержания запрыгнул в свой Ниссан и попытался скрыться. После короткой погони, продлившейся пару минут, подозреваемый свернул на парковку суда общей сессии округа Андерсон на Эмори Велли Роуд. К этому времени подозреваемого преследовало более семи автомобилей, за рулем одного из которых находился офицер Нетан Гибсон. Он блокирует пикап беглеца слева и выходит из автомобиля, пока Рамирес пытается его объехать. Офицер направляет оружие на подозреваемого, продолжающего движение, приближаясь к пикапу вплотную и производит три выстрела, после чего его отталкивают от автомобиля. Две пули ранят водителя, а одна застревает в руле. Пикап продолжает движение и врезается в припаркованный автомобиль, после чего Рамиреса вытаскивают из салона, надевают наручники и оказывают первую помощь. Прибывшая скорая доставляет раненого в госпиталь, где через час он скончался от полученных ранений. Нетан Гибсон, в свою очередь, получает травму колена и также был госпитализирован. Впрочем, его выписали уже на следующий день. В начале февраля окружной прокурор округа Андерсон Дэйв Кларк сообщил, что полицейскому не будет предъявлено никаких обвинений. Также Кларк добавил, по моему мнению, собственные решения и поведение Рамиреса в конечном итоге привели к его смерти. Ну и напоследок случай из интро. Веслака, штат Техас. Полицейский департамент Веслака поступил вызов о стоящем посреди улицы Форде, со спящим водителем внутри. Прибывшие сотрудники разбудили водителя и попросили его выйти, но мужчина, который проигнорировал приказы полицейских и скрылся, немного прокатив полицейских на кузове. Предположительно, водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А почему предположительно? Потому что по состоянию на 24 февраля 2019 года он по-прежнему находится в розыске. Друзья, в конце хочу рассказать об одном проекте. К нам обратился Алексей. Мужчина из Новосибирска посетил в 2015 году Горный Алтай вместе с автоклубом и влюбился в эти красоты. Вернувшись обратно, он решил организовать проект «Поверь себя» для людей с ограниченными возможностями. Цель которого – ежегодные поездки на Алтай для того, чтобы поделиться этой красотой с теми, кому так важно преодолеть свой страх, поверить в свои силы и понять, что они не одни, что есть люди, которые их поддерживают. Первая экспедиция состоялась в прошлом году. Алексею пришлось продать свой автомобиль для того, чтобы запланированная поездка состоялась. И он об этом ни капли не жалеет. Будущим летом запланирована еще одна поездка. Видеоотчет о первой экспедиции уже на канале «Поверь себя», как и другие видео о деятельности проекта. Переходите по ссылке в описании, поддержите его лайком и подпиской. Если кто-то посчитает нужным помочь с организационными или финансовыми вопросами, обращайтесь к Алексею. Думаю, он с радостью ответит. Мы уже решили не оставаться безучастными и перевели в пользу проекта «Гонорас» первой нашей рекламы. На сегодня это все. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok